Ка-свиньи, пришло время мести, горите в огне! Давайте поговорим на чистоту, вот эта хрень не работает! Палочки она нам не добывает, только лиственное мясо, да, мясистая луковица с неё получается. То есть вся эта ферма сама по себе бесполезна на данный момент. Но всегда можно найти выход, достаточно лишь использовать её немного в другом направлении. А если быть точным, то как мусорку! Да, я знаю, идея просто идеальна. Для того, чтобы это всё работало, нужно лишь сюда поставить вот такой дёрн и поместить на него луковицу. И пора встречать гонщик, давно их не было. Как раз мы сейчас спокойненько пополним запасы мяса, да. Дракуны тут не по-детски жгут. В прямом смысле, мои бедные кактусы. Ну, собачек нам бояться не стоит, они как резиновые уточки для этих кактусов. Лопаются на раз-два. А вот дракуны, да. С ними нужно быть поосторожней. Итого, восемь мяса у нас есть. На чём это мы там остановились? Ах, да, на создании самой настоящей мусорки. На данный момент проблема лишь одна. Не очень хочется тратить ресурсы на то, чтобы закрыть все эти дырочки. Так что пускай в них растут глаза эти. Однако палочки следует отсюда убрать. Пересаживать саженца это крайне-крайне сложное дело. Уж поверьте мне. Заняло целых полтора дня. Зато более-менее с одной проблемой мы разобрались. Теперь это не ферма. Теперь это мусорка. Ну, примерно столько штук насобиралось со всей базы. Хотя я ещё и немножечко оставил на прозапас. Мало ли понадобится когда-то. Однако что там по нашей дороге? Вроде бы мы её делали, делали, но так и не доделали. Думаю, самое время это исправить. Да, пчёлы красивые. Всё ведёт прямиком сюда. Примерно 10 брусчатки понадобится прямо сейчас создать. Дальше сюда везти не будем, потому что мало ли, что мы тут ещё придумаем построить на этой огромной территории. Меня очень напрягает этот огненный гейзер. Они как извергнутся, так и зажгут всю мою поляну прекрасную. А ещё ты будешь идти по дороге, и тут бац, и у тебя под ногами извергается гейзер, и ты сгораешь заживо. Думаю, дорога получится крайне весёлой. Есть одна хорошая новость. Тут в радиусе 5 на 5 блоков нету ни одного гейзера, который извергается. Ой, паучки, извините. Зато тут есть кокон, который меня немного подбешивает. Всё равно он мне там не нужен. Ведь я хочу построить тут новую ферму. Красивую, а что самое главное, эффективную. Это не я был. Поспите. Ну не на моей же базе. Ну что ж это такое-то, а? Всё, он ударил, и теперь раз, два, три. А, три удара. Нормально, всё. Сейчас тогда их всех вынесем по-быстрому. Ай! В смысле ты проснулся? Я ж тебя... Ну как неприятно-то, а? Паким, ты, конечно, извини, но ты обойдёшься без противоядия. А вот мне было бы неплохо его добыть. Что там нужно? Ага, железа, водоросли и кораллы. Кораллы есть? Да. Ох, выпей противоядие. Отлично, идём дальше работать. Опа, глазики появились, но что-то да. Не взяли ещё пока что моих предметов. Сама по себе эта ферма будет добывать нам бабочки с помощью кактусов. Мы садим цветы и рядышком садим кактусы. Бабочки вылетают и тут же умирают от кактусов. Видимо тут будет два огненных гейзера. Обожаю этот биом. Не мы ему диктуем условия, а он нам. Ещё один паучий коком посягнул на мою территорию. Что ж, гори в огне. Спите и отдыхайте, дорогие. Где мои любимые бабочки? Вас, случайно, здесь нигде поблизости нету? А, да, вот она есть одна. Да не бей, поймать. Зачем бабочку-то бить с очком? Нужно сидеть и выслеживать, как будто на охоте. И, видимо, пчёлы их спугивают своим жужжанием громким. Если вдруг не знал, то от этих бабочек очень много пользы. Особенно, когда они мёртвые, они живые. К примеру, с них может выпасть масло, которое восстанавливает сразу 40 хп. Или из этого масла можно приготовить шикарные блюда. Кактусы, как бы вас сажать? А, нельзя так, что ли? А, вот в чём прикол. Кактусы можно сажать только на этот биом. Ничего страшного, всегда можно немножечко схитрить. Всё в один момент симметрично, а в другой момент вообще ни капельки не симметрично. В моём стиле нужно огородить всю эту территорию деревянным забором. Потому что тут недалеко, где-то в метрах 50, находятся пчёлы. Эти пчёлы были бы не прочь посягнуть на мои цветочки, а их охраняют кактусы. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Всё же хотелось бы, чтобы нам кто-то производил мёд. Пожалуй, отлучимся немного от фермы с кактусами, потому что тут выросло очень много пальм с кокосиками. Ай! И весь это прекрасная новость, потому что мы можем засадить сюда наши кокосы. Падайте мне хоть на голову, главное, чтобы побольше было. А то по одному кокосу с одной пальмы как-то неэффективно. Или вы прям так и норовите, чтобы ваш вид закончил существование. Торжественный момент, все пальмы посажены. Выглядит уже достаточно красиво. А представьте, что будет, когда они все прорастут. Твои глаза будут плакать от счастья. Вау, неужто это забор сам по себе сделался? А я скажу нет, это тяжкая и очень долгая работа. Получилось даже добавить дизайнерские штучки. Смотрите, как двери открываются. Ага, прекрасно. Держатся друг за друга. Но чем же заняться теперь? А я вам отвечу. Попробуем построить арт-объект и узнать, работает ли кое-какой баг и по сей день. А то уже прошло 4 года и вдруг его пофиксили, а вдруг нет. Ох, и новый сезон начался. Поприветствуем. Ну, соны или ураганы. Называй как хочешь. Единственная проблема, с которой можно столкнуться, это то, что бабочки вроде как не появляются в этот сезон. Да, весьма прискорбно. А, они мой забор ломают. Мой бедный забор гибнет на глазах. Столько ресурсов на него было вбухано. Ладно, мне как раз нужно для следующей моей постройки палочки. Протестить эту ферму теперь получится только весной. Живите мои кактусы и только попробуйте потом не окупиться. Я вам такую взбучку устрою. Ну, хотя бы мои пальмы проросли и не горят. Уже радует. Тем временем постройка арт-объекта завершилась. Это наш крик о помощи, чтобы хоть кто-то забрал нас с этого острова одиночества. Не советую думать, что все так просто, потому что это только начало постройки. Дальше нам понадобятся мои заготовки в виде 45 лединок. И они даже не начали гнить. И еще одна заготовка в виде 4-х электрических штуковин. И первая в своем роде снежкометная машина готова. О, полезность. Моя мусорка работает. Стены ломаются. Вы видали? Подрезал ветер их. Наверняка уже многие догадались, что же сейчас будет за фокус. Врубаем одну снежкометную машину и зажигаем стену из травы. Вау, да какая красота? Теперь это надпись «Горящая». Горящий хелп. Главное, чтобы вот здесь все не сгорело, потому что, мне кажется, она не справляется. Да, она не справилась. Видимо, надо запускать две снежкометные машины и третью, чтобы все потушить потом. Принцип работы заключается в том, чтобы, поджигая эту стену из травы, тушим ее тут же снежкометкой. Но из-за того, что тут очень быстрая цепная реакция, все снова зажигается. И так до бесконечности. Поехала, поехала, только попробуй сгореть сейчас, я же тебя убью. Вот так, они тушат и вроде все окей. Только вот с этой «П» какие-то проблемы. Сейчас она сгорит, потому что ее не тушат. Значит, примерно вот таких масштабов должна быть ферма. Робин, ты дурак? Робин, этот арт-объект был не для тебя предназначен. Повеселились и хватит. Пора уже применять эту ферму по-взрослому. А если быть точным, то исполнить свою мечту. Там скидь свиньи за то, что они меня не приняли, когда я только пришел в этот мир. Они меня избивали, прогоняли. Настал мой черед. В первую очередь, огородим эту ловушку. Ой, то есть арт-объект. От любопытных глаз. Да и что бы свинья, когда испытывала муки, не смогла убежать. Поставив стены, к этой ферме прибавилось плюс 100 крутости. Теперь она уж точно выглядит, как машина для пыток. Последний шаг, который осталось сделать, это добыть ресурсы для дома дикого кабана. Говорят, разводить кабанов выгодный бизнес. Разводить я их собираюсь не для того, чтобы продавать на забои, а чтобы пытать. Молот в руки и вперед! Поехали! А, Робин, ну конечно, как ты вовремя. Складываем в него все необходимые ресурсы и отчаливаем к домикам кабанов, чтобы разломать их. Ах, да, еще где-то в этих водах бороздит белый кит. Его бы тоже не помешало замочить. Полнолуние. Самое удачное время для того, чтобы напасть. Когда свины становятся оборотнями. Ну ладно, давай с тобой подеремся. Сколько тебе? Раз, два. Два. Да, два удара можно. А ведь я еще твой дом даже не раздолбал. Надеюсь, сейчас отсюда никто не вылезет. Нет, вылезет. И начнет хавать все. Ну ты, дурачок, это не для тебя было сделано. Взял и все шкуры свиньи съел. Эй, китяра, ты здесь? А, его уже замочили. Серьезно? Без меня? Все веселье пропустил. Парус тоже есть. Вон, цилиндр возьмем. Почему бы и нет? Какой я теперь красивый сеньор-паук. Прямо-таки джентльмен. Жир кита. Вот это самое-самое интересное. Из этого жира кита можно сделать ветровку и жировой костюм. Свин, привет. Сейчас дай броню. А, ты уже дерешься. Ладно, давай тогда быстренько сломай твой дом и дело с концом. Пока, свин, пока. Ветровка. Еще одна модная штуковина. Ветровка, естественно, позволяет нам быстрее бегать, когда ветер дует. А жировой костюм вроде от дождя защищает. Эй! Мой райский островочек, не ломайся ни в коем случае. Пальма, ты что, совсем что ли? Мало того, что дает мало семян, так еще и сама разваливается. Надеюсь, тут хотя бы ничто не сломалось. Фух, все хорошо, они живы. И не смейте падать. Зато, о, великая машина для пыток. По сути, готова. Попробуем же ее включить. Поехали! Свинья, горячо, она просто тут же умирает. Ха, свиньи, пришло время мести. Горите в огне. С вами мы сможем, ой, как хорошо повеселиться. Только главное, чтобы мой покимчик не сдох. А, мой покимчик сдох. Просто его не нужно возить на это мероприятие. То, что когда-то было багом, через пять лет превращается в фичу. Раз разработчики ее не пофиксили, то что остается делать? Только и юзать ее. Забавно, что даже три снежкометных машины не могут потушить это все чудо. Пора бы уже заканчивать, честно говоря.